Дорогие друзья! Мы не даром затронули тему разводов, потому что по статистике в 2011 году каждый второй украинский брак заканчивается разводом. Дорогие друзья, представляю гостей и людей, которые пережили проблему развода в нашей студии. Итак, конечно же, в наших программах присутствует доктор теологических наук Архиеписко-Протестантской Церкви Украины Сергий Яковлев. Архиеписко Сергий, здравствуйте! 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 Гости в нашей студии, ребята, которые пережили проблему развода, это Марина и Руслан. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас присутствует психолог-консультант по семейным вопросам Яковлева Галина Дмитриевна. Здравствуйте! Добрый день! И психотерапевт по семейным вопросам Бувайла Денис Александрович. Здравствуйте! Ну что ж, дорогие эксперты, гости, предлагаю сюжет, посмотрим, о чем сегодня будет наша программа, а потом обсудим. Боль, обида, разочарование переполняли меня. Я не видела выхода в этой ситуации, и я приняла решение разводиться. Зависимость от спиртного оказывает влияние как на шансы завести семью, так и на способность ее сохранить. С детства я росла в семье, где не было счастья. Своего родного отца я не вижу уже с трех лет, потому что он очень любил мою маму, но очень сильно пил и продолжает пить. Я постоянно видела, как мама плачет, как она несчастна. Когда я выросла, я встретила своего будущего мужа Руслана. Мы малое количество времени встречались и быстро поженились. И я не поняла, что у него та же самая проблема – алкоголь. Когда мы познакомились со своей женой, я уже находился в зависимости. Но на тот момент я, конечно, этого не понимал, что я нахожусь в проблеме. Я считал, что я живу нормальной, обычной жизнью. Первые три года я надеялась на то, что, возможно, он как-то это… Ну, на третьем году семейной жизни я поняла, что ни мои слезы, ни мои уговоры, ничто не поможет. И очень страшно мне было понимать, что в ближайший момент будет развод. Несмотря на то, что их сыну было всего полтора года, и под сердцем Марина уже носила второго ребенка, она твердо решила разводиться. Он любил меня, он не хотел разводиться со мной, но почти каждый день он приходил выпивший. Я постоянно везде находила пустые бутылки из-под самогона. Ну, я любил свою жену, но зависимость была сильнее меня. Водка – это была моей второй женой, которую я любил больше. Доходило уже даже до того, что он приползал домой на пузе. Ребенок не понимал, садился сверху на папу, радовался, думал, папа играется. Я ждала какого-то момента, какого-то толчка, чтобы подать на развод. Но однажды слова, сказанные священником с экрана телевизора, прозвучали для нее, как гром среди ясного неба. «Развод – это не воля Божья для вашей семьи». Для нее это был замкнутый круг. Она не могла поверить в то, что ее мужем может хоть что-то изменить. И тогда она закричала в небо. «Хорошо, Бог, я разводиться не буду, но я отказываюсь бегать, я отказываюсь страдать, я отказываюсь следить за своим мужем, я доверяю его в твои руки, делай с ним что хочешь». После этого начали происходить перемены. «Когда я начал читать Библию, совесть начинала обличать меня, и я начинал мучиться». И вдруг он четко осознал, что делает огромный грех, разрушая свое тело алкоголем и курением. У него возникло настоящее, осознанное желание измениться. Бог не только освободил его от алкогольной и никотиновой зависимости, но и восстановил его семью. Их жизнь теперь – это полная противоположность той, что была раньше. «Я очень благодарна Богу за все то, что я имею». В декабре прошлого года они отметили свой первый серьезный юбилей – десятилетие семейной жизни. У них двое замечательных сыновей, которые, слава Богу, видят своих родителей счастливыми и любящими друг друга. Дорогие телезрители, наверное, многие из вас узнали в этих героях себя, к сожалению. Ведь выше приведенная статистика об этом говорила, что каждая вторая семья подвержена проблеме развода. Так как браки заключаются на небесах, и когда сталкиваемся с проблемой развода, конечно, задавать вопрос врачам просто глупо. И первый вопрос хочу задать архиепископу Сергию. Скажите, с вашей точки зрения, в чем сущность брака? Ну, прежде всего, ответ о браке, он находится в Библии. Потому что Бог сотворил семью. Бог сказал во 2 главе Бытия, 18 стихом, «Нехорошо быть человеку одному». И поэтому на самом деле человека Бог сотворил не для того, чтобы он прожил жизнь в одиночке. Он прожил вместе. Муж и жена – одна плоть. И поэтому в этом заключено таинство. Что такое таинство? Это секрет, это непонятно, это необъяснимо. Как двое людей, вдруг они становятся разные по своей сущности, в разных семьях выросли, вдруг они становятся родными, и роднее ничего не бывает между мужем и женой. И это то, что происходит в небесах. И поэтому сегодняшняя проблема брака в нашей стране, особенно в наших посткоммунистических странах, я вижу в следующем, что дворец бракосочетания находится как бы в юрисдикции государства. Государство сегодня отделило церковь. Брак – это учреждение Бога. Это Бог утверждает. И поэтому, если Бог запланировал создать семью такой, вот такой, вот такой, тогда она будет счастлива именно тогда, когда она такая, как Он запланировал. Но если люди, не имеющие никакого отношения, никакого понятия, и им дано право вести это сочетание, каким оно может быть? Конечно, как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Галина, вопрос вам. Вы, как психолог, какой видите выход, чтобы предотвратить разводы в семьях и создать благоприятную атмосферу для жизни в семье? Проблема в том, что люди не знают, что такое брак, по сути. Они просто быстро влюбляются, быстро женятся, а потом только разбираются, куда они попали. Брак – это работа двух людей. И это первая позиция. Вторая позиция, на которую я делаю ударение, не нужно в браке стараться менять, попытаться жене изменить мужа, а мужу менять свою собственную жену. Никаких результатов это не принесет. Наоборот, еще будет больше проблем. Но если каждый со своей стороны будет работать для созидания, муж со своей стороны, а жена со своей стороны, то это будет баланс. То есть нужно подстраиваться, получается. Если муж не бывает, не надо его изменять. А единственный, где должен быть компромисс, это есть семья. И следующее, я не сказала, очень важно, что, как правило, браки, которые закрепляются, ну, соединяются сегодня, как правило, они повторяют судьбу своих отцов и матерей. То, что они видели в своей семье, то же самое происходит в этих семьях. То есть новые люди, которые собираются вступить в брак, они не подготовлены к этому абсолютно. Причина может быть внезапная беременность, и они идут к венцу. Другая причина – вспыхнули чувства, но знаний нет никаких. И вот результат, который мы имеем на лицо. И это еще социальная проблема общества. Хочу еще раз подчеркнуть ваш первый комментарий. Чтобы предотвратить проблему разводов, нужно, когда вы женитесь, вступаетесь в брак, знать, понимать, что вы делаете, как минимум. Да. Потому что большое ответственность. Много можно предотвратить разводов и абортов, если вы будете конкретно понимать, чем вы занимаетесь. И очень мне тоже понравилось, я для себя написал, это партнерство. Денис Александрович, как часто к вам обращаются с проблемой развода по причине алкоголизма, и какие вы рекомендации можете дать этим людям? Одна из основных причин обращения к психотерапевту является угроза целостности брака. Среди причин для этого довольно-таки немалую часть занимает злоупотребление алкоголем кого-то из супругов. Однако, если семья обращается с такой проблемой, значит ли это, что суть только лишь в алкоголизме, и тот, кто страдает этим недугом, в чем-то повинен? Как уже совершенно верно говорила Галина, часто это выученная модель поведения, которую мы наследуем от своих родителей, либо от других значимых взрослых. Также любое злоупотребление, будь то табакокурение, будь то употребление спиртных напитков, любое расстройство контроля над побуждениями, является сигналом. То есть, таким образом, один из членов семьи дает знать, что с ним что-то не в порядке. И поэтому обвинять в том, что ты пьешь, потому что ты чем-то нехорош, неверно. Чаще всего правильно задать себе вопрос, не почему супруг или супруга пьет или ведет себя ненадлежащим образом, а зачем он это делает, что ему это дает, какова, как ни странно, вторичная выгода от подобного поведения. И, как правило, она есть. Работа действительно сводится к работе комплексной, к работе с парой. И задача терапевта, задача психолога, кризисных консультантов не в том, чтобы избавить пару от страданий, в данном случае избавить от страданий, связанных с алкоголизмом, а в том, чтобы научиться принимать происходящее таковым, каково оно есть, проходить через это и получать созидающий положительный опыт. Просто часто бывает, если нет понимания у людей о партнерстве, я сам знаю таких много семей, товарищей мои в таких бывают ситуациях, то есть, когда этой проблемой жена или муж хочется возвыситься над своим, ну, как сожителем. В этом, кстати говоря, и заключается одна из вторичных выгод. Ты получаешь более возвышенное положение по отношению к своему партнеру и таким образом самоутверждаешься, как это ни странно. А что касается рекомендаций в рамках сегодняшней программы в паре имеет смысл говорить о своих чувствах, а не обвинять партнера. Киписков Сергий, что вы посоветуете находящимся в такой проблеме? Я вижу, что ответ заключается в том, что не хватает образования. Проблемы сегодняшнего общества, люди даже и готовы бы пройти эту консультацию, но они уже обращаются к психиатрам, к врачам, когда уже у них проблем. Не обращаются же к вам люди, когда у них проблем нет. Обращаются на разных стадиях, когда конфликт уже зашел в тупик и решить его мирным путем невозможно. То есть, как правило, семья иногда не имеет нужных инструментов для решения конфликта. Вы совершенно правы, говоря о том, что действительно не хватает знаний о том, как правильно ссориться. И поэтому проблема сегодня, что люди, они ведут аморальный образ жизни. Когда человек прислушивается своего Создателя, Бог есть Творец, Он создал человека и приложил инструкцию в Библию. У нас есть полностью вот эти помолвки, основанные на учении Писания. То есть, ведется образовательный отдел для людей специально, которые в помолвке. Затем семейным молодым парам, которые вошли в брак. И плюс ко всему, это молитва благословения. Молитва благословения, она покрывает, она дает защиту, она дает силу. Потому что священник, когда благословляет молодую пару, это вступает в силу невидимые силы Божьи. То есть, и из двух Бог начинает делать одного человека. Два станут одной. И поэтому есть принципы. Для того, чтобы соединились, надо, чтобы одна семья оставила своих близких. У жены никогда не должны быть советники лучше, чем муж. У мужа не должны никакие быть наставники-советники лучше, чем жена. Они должны стать друзьями. То есть, и таким образом, через отношения, через общение в духе, в душе и в теле, человек становится одной плотью. Если они занимаются только сексом, у мужа, у жены свои друзья-подруги, то есть, они не соединены в душе. Духовно тот ходит в астралы, там в менталы, у того колдун, у того экстрасенс, а тот человек в церковь ходит. То есть, они разъединены в духе и в душе. А в теле, тогда неудивительно, что у каждого на стороне есть любовник-любовница. То есть, о каком браке, о какой семье, о каком одном теле может вообще идти речь. Поэтому, обращаясь ко всем телезрителям, хотелось бы обратить ваше внимание. Придите к ногам Иисуса Христа. В Иисусе Христе решение всех твоих проблем. Если вы откроете сердце и впустите Иисуса Христа в свое сердце, я верю, что ум ваш откроется, потому что покрывало, которое лежит на глазах у людей, снимается Иисусом Христом. Марина Иеруслан, вопрос вам, как свидетелям, людям, пережившим эту проблему. Каково вам было вообще, когда это происходило, как бы вы из этого вышли? Вот расскажите нашим зрителям. Ну, конечно, огромная проблема в том, что не готовят действительно семьи к вступлению в брак. То есть, когда мы собирались пожениться, мы вообще не задумывались, что нас ждет, а как это должно быть. Мы даже друг друга не спрашивали, как ты представляешь свою будущую семейную жизнь. Одни чувства, эмоции, эйфория и все. Вот. И поэтому, ну, я хотела бы сказать, что поздно никогда не бывает. И сейчас мы умеем ссориться, мы умеем выходить из этих ссор. И... Важно, умеем ссориться. Да. Ну, имеем различные мнения. Я не думаю, что в любой семье будет одинаковое постоянное мнение у мужа и жены. Это же не роботы, это живые люди. То есть, вам поделитесь своими переживаниями по этому поводу. Да, я хочу сказать, что когда мы столкнулись с этой проблемой, у нас не было ни совета врачей, ни совета психолога. Сам Бог нас вел к этому. И я хочу сказать, обращаясь тоже к телезрителям, что выход, он есть. И на самом деле в миру существует такая поговорка, когда муж и жена собираются возле какой-то проблемы, обсуждают кого-то, и они становятся в одном общем мнении, и про таких людей говорят, муж и жена – одна сатана. Но лучше всего прийти к поговорке, которая изложена в Слове Божьем. Доставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и будет двое – одна плоть. Дорогие эксперты, в заключение хочу от вас кратко, по минуте резюме сегодня больше сказанного. Денис Александрович, давайте с вас начнем. В семье важно разговаривать. Обязательно разговаривайте друг с другом. Говорите о своих чувствах, говорите о том, что вас беспокоит. Если в каждой семье есть какие-то правила поведения, пользуйтесь этими правилами. Не ищите вариантов, которые не одобряют сообщество. Вариантов девиантного поведения – это не поможет снять проблему, это только лишь отложит ее решение. Спасибо, Галина. Ваша точка зрения. Я бы хотела в заключении сказать, что мы все настолько разные, и поэтому я бы хотела рекомендовать каждой паре уважать того человека, кто рядом с вами, с его недостоинствами, с его достоинствами, и потому что он имеет на это право. Я понял. Архиепископ Сергий, дело за вами. Я хотел бы просто обратиться к зрителям и сказать, что решение находится у вас самих. Если вы попытаетесь возложить на доктора, или на священника, или на кого угодно, или на Бога, вы не решите эту проблему. Вам надо решать эту проблему. Возьмите ответственность, но для того, чтобы решить ее, что станьте на колени, и на колени станьте перед Иисусом Христом. Если вы не станете на колени перед Иисусом Христом, вы всю жизнь проведете на коленях. И это не очень хорошо, жизнь на коленях. Поэтому решение, отдайте свои жизни Иисусу Христу, и Бог благословит ваши семьи. Потому что я знаю, многие-многие семьи, которые не на грани развода были, а которые были в разводе, Но придя к Иисусу Христу, они вернули назад, они оставили свои, стерли свои в паспортах, разводы убрали, и они заново. Одна крепкая, дружная семья. Благодаря Духу Святому, в Библии написано, нитка, скрученная втрое, не так уж и скоро и порвется. Да благословит вас Господь. Дорогие друзья, я на правах ведущего не берусь комментировать, я просто за нашими экспертами выписывал такие короткие тезисы, главные слова. У меня получилось таких три столба. Понимание, партнерство и любовь. Вдумайтесь в эти слова, если их развернуть, это очень много. Понимание, партнерство и любовь. Согласен? Да. Хорошо. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Если есть какая-то у вас проблема в нашей программе, мы не просто говорим, мы стараемся на примере свидетелей плюс с экспертами показать вам выход из проблемы. Нерешенных ситуаций, наверное, не бывает. Телефон нашего диспетчера в Донецке 330-40-95. Если вам нужна консультация священника или психолога, позвоните нам по этому телефону. Если вы хотите пообщаться с нашими героями, с Мариной или Русланом, они любезно согласились продиктовать свои телефоны. Сейчас вы видите у себя на экране, можете позвонить им и спросить, как у них получилось пережить эту проблему. Ну что ж, дорогие друзья, это программа «Круг спасения» студия «Протестант». Спасибо всем экспертам, спасибо гостям, что были у нас в студии. Дорогие друзья, удачи вам, любви и терпения. Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания. Продолжение следует...